добрый день уважаемые друзья добрый день и мы сегодня продолжаем с вами цикл очередной цикл передач посвященный продуктам для ухода за кожей что собственно сегодня нас ждет с вами лето наступило оно все-таки наступило мы его долго ждали и это счастье случилось и сегодня мы с вами поговорим о солнцезащитных средствах более того средства для загара после загара до загара и так далее то есть те препараты которые мы должны с вами непременно использовать ежедневно когда вы только-только показываетесь на солнышке собственно так хочется поймать прямо вот каждый лучик солнца но тем не менее еще повторяю помните о его коварстве и сегодня мы с вами обсудим важные очень важные аспекты сначала посвященные косметики от солнца для солнца и после солнца а затем очередное уравнение на тело средства от борьбы со всевозможными проблемами теллелит растяжки и так далее поговорим немножечко более подробно о всех этих прелестях и прекрасных препаратов и так на солнечной стороне улицы сегодня с нами косметика фаберлик и препараты для ухода за кожей солнцезащитные препараты на самом деле прежде чем рассуждать о солнцезащитных препаратов наверное мы с вами должны будем понять несколько важных терминов во первых как правильно читать этикетку во вторых что означают эти замечательные spf факторы в третьих мы должны с вами точно разобраться какой крем подходит конкретно вам какой тип у вас кожи по специальной совершенно классификации и более того и более того понять как же все же это работает еще раз повторяю солнце это не только друг это не только наш замечательный друг который ласкает кожу и покрывает ее совершенным совершенным загаром дело ее глаже моложе и так далее а еще и совершенный враг потому что проблемы которые могут вызвать солнечные лучи могут стать совершенно необратимыми и поэтому начнем рассуждать про солнцезащитную косметику и так у f излучения что такое ультрафиолет как собственно происходят все эти проблемы на самом деле мы долгое время полагали вот лучи спектра b которые всего лишь проникают самые касаются поверхности кожи и в общем то больше ничего не происходит дальше активизируются клетки которые производят черный пигмент меланин и собственно вот происходит тот самый процесс загара чтобы этот процесс действительно прошел безобидно для вашей кожи мы должны с вами помнить следующее ультрафиолетовое излучение во первых она проникает через озоновый слой проникает совершенно через из космоса и попадает на вашу кожу ультрафиолетовые лучи типа b длина волны которых не превышает 290 на на метров они проникают самый верхний слой кожи вам это хорошо видно на картинке то есть достигают всего лишь всего лишь эпидермиса и фактически самого верхнего слоя дермы там собственно находятся эти самые клетки меланоциты которые начинают активно продуцировать пигмент который будет придавать вашей коже тот самый загар коричневый золотистый в зависимости от типа вашей кожи но вы должны понимать что кстати меланин это всего лишь тоже защита вашей кожи это попытка кожи защититься от агрессии ультрафиолетовых лучей но это еще далеко не все есть еще один спектр лучей собственно лучи типа а ультрафиолетовые лучи типа а эти лучи они проникают значительно глубже фактически достигаются глубоких слоев дермы и там уже творят совершенно непоправимое мало того они режут коллаген белок который дает вашей коже опору и упругость и плотность режут коллаген как ножом по маслу буквально на мелкие фрагменты и в этом случае запускается процесс который начинает называется фото старение увы это преждевременное старение которое в общем то даст с которым достаточно сложно бороться но наука не стоит на месте дальше теперь последнее время стали больше говорить еще и о повреждающем действии инфракрасных лучей это лучи которые придают вашей коже а точнее лучи которые несут тепло вашей коже они вроде бы не участвуют самом процессе загара но кожу разогревают поэтому собственно инфракрасные лучи тоже в общем то не сильно полезны но еще еще последнее время появился так называемый термин голубой свет blue light собственно бесконечные гаджеты в которые вы смотритесь практически круглыми сутками это компьютер это айпады телефон и все прочее это излучение излучение того самого голубого света и он к сожалению тоже небезопасен для кожи поэтому будем бороться с средним действием ультрафиолета и наслаждаться летом и солнцем и так на солнечной стороне улицы какие же собственно есть препараты в нашем ассортименте естественно это есть средства для ухода за телом для загара после загара и так далее с различным спф это средство для ухода за лицом с разным тоже факторами спф это замечательная добавка пищевая добавка которую вот стоит во флакончике собственно поможет она вам справиться с вредным действием ультрафиолета и усилит тот самый загар который будет радовать вас до конца может быть осенью а может быть и дольше то есть что такое начнем с пищевой добавки если вы собрались на море да собственно не собрались на море а просто находитесь на даче и решили что вашей коже и вас достаточно мало времени а ваша кожа нуждается в том самом ярком ультрафиолета в ярком загаре нежным персиковым который будет делать вашу кожу совершенно здоровой поэтому это самая пищевая добавка она весьма полезна что в составе морковка в морковке есть каротин бета-каротин необыкновенно полезен он придает кожу тот самый золотистый оттенок кроме всего прочего ультрафиолет это еще провокатор всевозможных свободных радикалов поэтому в составе есть еще и добавка из помидор называется она ликопин собственно это мощнейший антиоксидант но в то же время относящийся группе бета-каротинов они тоже будут придавать вашей коже золотистый оттенок кроме всего прочего в составе есть еще и экстракт зеленого чая его катахоламины и прочее это тоже достаточно мощная защита от свободных радикалов и защита кожи от дополнительных каких-то факторов внешних агрессоров которые могут ее повреждать это все замечательно но далее далее еще дополнительный гаджет который вы должны всегда иметь при себе не только летом но кстати те кто катается на горных лыжах еще и зимой это бальзам для губ с максимальным фактором защиты spf 30 собственно губы это тоже достаточно уязвимая часть они сохнут трескаются под воздействием солнечных лучей особо чувствительные особо еще начинают страдать герпесом так называемый солнечный герпес который в общем то тоже может провоцироваться ультрафиолетом если вы не защитите кожу от его интенсивного действия ну а далее еще давайте будем разбираться как правильно выбрать препарат что такое фильтры которые будут защищать вашу кожу но для того чтобы действительно понять как это все правильно работает мы с вами сначала попробуем разобраться выяснить какому типу света типу точнее относится ваша кожа это не тот тип кожи когда мы говорим о жирный сухой или там чувствительные возрастной и так далее неважно это так называемая классификация которая определил доктор фицпатрик многие даны достаточно давно который позволит вам понять какой собственный спфактор вы должны выбрать итак если вы абсолютная блондинка с или или в обладательница рыжих волос которые вообще никогда не загорает и только лишь краснеет и у вас светлые глаза совершенно светлая кожа и собственно что такое загар вам совершенно неведомо вы краснеете и более в общем старайтесь на солнце не показываться это так называемый это так называемый кельтский тип но собственно такому типу отношусь я поэтому можете на меня посмотреть внимательно это и есть тот самый кельтский тип далее не загораем только обгораем к великому нашему сожалению поэтому часто такая кожа действительно очень страдает от солнца далее так называемый европейский или нордический тип это дамы или мужчины неважно с каштановыми волосами светло русыми волосами достаточно светлыми глазами и с достаточно светлой кожей до загорают но быстро обгорают это так называемый счет повторяю европейский нордический тип ну и тип который именуется среднеземноморским это обладатели достаточно темных волос но светлой кожи им чаще всего со светлыми глазами иногда с темными но кожа достаточно светлая но у них есть большое преимущество между перед кельтским и европейским нордическим типом эти люди прекрасно загорают это вот тот самый завидный золотистый персиковый загар который ровно ложится на кожу но к сожалению могут иногда обгорать поэтому здесь тоже нужно соблюдать определенную осторожность собственно под номером 3 вот такой вот типаж указан на картинке далее это еще не все таких типов 6 поэтому продолжаем далее это среднеземноморский тип известные вам лица которые вы встречаете на среднем среднем незаморском побережье это брюнетки с достаточно смуглой кожей которые кожа может быть и достаточно светлая но загар прилипает к ним мгновенно буквально 5-10 минут на солнце и кожа приобретает тот самый золотистый оттенок оттенок загара никогда не обгорают и прекрасно себя чувствует на солнце и так называемый индонезийский тип это жители индонезии малайзии это жители этих самых дальних островов вы наверняка таких тоже встречали это люди которые прекрасно загорают никогда не обгорают они довольно смуглые у них темная кожа темные волосы и загар к ним тоже прилипает совершенно мгновенно и и наконец африканский тип никогда не обгорают кожа темная глаза темные как правило безусловно за редким возможным исключением то есть это обладатели так называемого негроидного типа кожи но великое заблуждение если вы абсолютно смуглые и ваша кожа не вроде бы как быстро загорает и вам кажется что она не повреждается увы она повреждается лучи типа а все равно достигнут глубоких слоев кожи и все равно проведут свое недоброе дело из испортят коллаген и испортят совершенно всю структуру кожи поэтому давайте будем разбираться что такое солнцезащитный фактор и как в общем то правильно подобрать солнцезащитный крем spf это то что вы видите на каждой баночке faberlic буквально на каждой баночке крема лето есть так называемый spf фактор что это такое sun protection факторы английская аббревиатура или солнцезащитный фактор который в общем то показывает сколько вы можете просидеть на солнце и не обгореть фактически более точно это так называемая эритемная зона эритемная доза то есть сколько минут вам вы можете провести на солнце и через сколько минут у вас появится покраснение кожи то есть красная эритема практически практически например и если вы способны просидеть на солнце всего лишь 10 минут а через 10 минут кожа начала краснеть то с кремом spf вы можете 10 например вы можете пробыть на солнце не более 50 40-50 минут фактически вы можете в общем то рассчитать эту самую эритемную зону но мы не будем заниматься здесь математикой мы просто в общем то воспользуемся уже готовыми рекомендациями которых мы поговорим чуть дальше и позже кроме всего прочего есть еще одно указание обязательное указание цифра которая стоит с тем самым spf солнцезащитным санпротектор фактором эта степень защиты кожи от ультрафиолета и как она распределяется итак если вы видите на тюбике надпись 2-4 это означает что вы защитите кожу примерно на 50 процентов если стоит от 4 до 10 на тюбике указатель то это означает что вы защитите кожу примерно на 85 процентов если указание стоит 20 то это достаточно высокая степень защиты которая обозначает фактически девяносто пятипроцентную защиту от вредного ультрафиолета а если стоит свыше 50 то здесь уже 99 и 5 надо сказать что стопроцентной защиты не бывает сколько бы вы не положили мы точнее не положили ультрафиолетового фильтра за фильтра защищающую кожу от ультрафиолета в крем мы никогда не достигнем стопроцентного избавления от повреждающих действий ультрафиолетовых лучей поэтому максимально мы можем маркировать крем spf 50 хотя на самом деле еще раз повторяю он означает что это 99 99 с половиной процентов защиты от ультрафиолета до немножечко буквально один процент может быть пол процента ультрафиолетовых лучей они могут просочиться даже сквозь этот защитный щит тем не менее стопроцентный еще раз повторяю защита не бывает есть еще одна маркировка которую про меня кстати спрашивали что такое ppd и да мы не спишем на своих флаконов ppd потому что по российским законам достаточно указать солнцезащитный spf фактор а ppd это индекс который показывает защиту кожи от лучей типа а и так что означает это так называемый persistent pigment дайкенинг то есть в переводе означает постоянное пигментационное потемнение собственно этот самый индекс говорит сообщает вам скорее всего о том во сколько раз солнцезащитное средство уменьшает дозу лучей типа а но на наших препаратах вы найдете указания и у нас есть фильтры которые защищают нашу кожу от лучей типа а от их того повреждающего действия поэтому все наши препараты соответствуют так называемому требованию австралийского закона по солнцезащитным препаратам когда не менее 20 процентов фильтров должны защищать кожу от ультрафиолета типа а в наших препаратах чем больше spf тем больше и фактор который защищает от вредного воздействия лучей типа а в кремах с небольшим воздействия с небольшим фактором это примерно 20 процентов в кремах которых свыше 20 это примерно 40 45 процентов это максимальная степень защиты которую можно достигнуть от ультрафиолетовых лучей типа а поэтому не забывайте еще повторяю наносить крем перед тем как выйти на под прямые солнечные лучи но для тех кто вообще любопытствует из чего собственно они состоят эти самые фильтры и как они работают ну я буквально попробую вам рассказать может быть достаточно сложно с химической точки зрения для понимания но вы должны понимать прежде всего ультрафиолетовые фильтры делятся на три достаточно большие группы точнее точнее на две это органические и неорганические есть еще органические микрочастицы их выводят немножко в отдельную группу и так органические фильтры это то что вы можете прочитать на на этикетке понять из чего состоит собственно сам препарат и чем он обеспечивает у самой солнцезащиту прежде всего это циномат и солицелат и так называемые сульфоновые кислоты и прочее это у в ф фильтры которые защищают от лучей типа b ну и есть еще целый спектр этих самых фильтров в сущности вам особо не важно и не нужно запоминать все сложные химическую аббревиатуру но там где вы увидите слово циномат или солицелат знаете что это химический фильтр они органические фильтры это так называемые фильтр отражатели они садь чаще всего состоят из оксида азота оксида цинка извините и диоксида титана как они работают что происходит если фильтр неорганический то есть диоксид азота и диоксид титана и оксид цинка что происходит как только ультрафиолет попадает на поверхность кожи он приводит молекулу фильтра буквально возбужденное состояние молекула которая начинает рассеивать тот самый свет ультрафиолет который попадает на поверхность кожу практически переходя немножечко в другое химическое состояние фактически это зеркало это отражатель это эффект который просто солнечные лучи ультрафиолет просто отскакивает от поверхности кожи встречаясь с так называемым органическим фильтром и фактически фильтр представляет из себя совершенно микрочастицы которые буквально размер которых не превышает где-то 100 наномикрон их вы видите в виде белесой пленочки когда наносите на поверхность кожи препарат который который достаточно быстро исчезает и далее собственно они лежат на коже и работают но и прочь как работает фильтр химический так называемые вот эти вот сложные химические аббревиатуры они поглощают ультрафиолет и преобразуют эти солнечные лучи в их безопасное состояние фактически необходимо чтобы в препарате было обязательно два два типа фильтров это органические и неорганические ну и способность этих самых фильтров неорганических удержать и отражать солнечные лучи они как раз определяются большей частью размером частиц поэтому вот эти вот совершенно микроскопические частицы фактически отражают солнечный свет и защищают нашу кожу от и проникновения ультрафиолета в его глубокие слои и все же как выбрать солнцезащитный крем как правильно поступать с нашей солнцезащитной косметикой прежде всего если вы обладатель светлой кожи и относитесь к кельтскому типу никогда не рассуждая о том какой крем мы выбрать выбираем самый максимальный 50 если вы европейский относитесь к европейскому типу кожи то есть иногда чуть-чуть загораете но очень часто обгораете не меньше 30 если вы среднезимоморского типа представитель то тогда 20 и 15 вам будет вполне совершенно достаточно но а если вы относитесь к простите среднезимноморскому типу 15-20 а среднеевропейскому как раз 20-15 если вы относитесь к азиатскому типу ну десяточки вам будет совершенно достаточно а если вы относитесь к африканскому типу то как правило не рекомендуют даже никаких препаратов солнцезащитными средствами но мое предупреждение все же пользуйтесь обязательно пользуйтесь потому что кожа и даже негроидного типа абсолютно беззащитно перед лучами типа а они проникают туда достаточно глубоко если вы попали на пляж то в первые несколько дней выберите для себя максимальную препарат с максимальным типом защиты от солнца как только ваша кожа немножко обветрится и приобретет легкие совершенно признаки загара можете тогда переходить на препараты с более легкой степенью защиты например начинаем с 30 переходим потом на 20 ну а далее далее пользуемся пятнашкой если вы светлокожий человек пользуетесь пятнашкой все время постоянно если вы уже достаточно обрели стойкий загар можете перейти на легкий препарат с spf6 и поддержать просто статус загоревшей кожи но не забывайте про уход после солнечных лучей проблема как раз заключается в следующем если вы запомнили про мою информацию про неорганические фильтры лежащие на поверхность кожи поэтому после пляжа не забудьте тщательнейшим образом мочалкой смыть с поверхности кожи препарат содержащие фильтры особенно неорганические не нужно чтобы они лежали на поверхности кожа должна свободно дышать поэтому смываем достаточно активно и эффективно ну а дальше дальше необходимы препараты которые будут уже ухаживать за кожу после воздействия ультрафиолета это наше замечательное молочко после загара солнцезащитное которое будет прекрасным образом защищать ухаживать за кожей увлажнять если вы хватили чуть больше солнышка она еще и кожу будет охлаждать составе препарата есть вещества которые действительно будут стимулировать процесс регенерации это и охлаждающие добавки в виде экстракта мяты это и алоэ которое будет кожу регенерировать и увлажнять практически все препараты достаточной степени приведут кожу в достойное нормальное состояние если вы находитесь на пляже после каждого купания непременно нанесите протрите лицо лицо и тело полотенцем нанесите снова препарат дело в том что под действием солнечных под действием солнечных лучей вы во-первых потеете и фильтр просто скатывается с поверхности кожи а если вы купаетесь активно в море то препарат тоже немножечко смывается и не забывайте если вы любитель долгих заплывов наносить солнцезащитный устойчивый препарат от ним относится препарат спрей солнцезащиты со степени защиты 15 он водоустойчивый поскольку вода работает как линза и фактически вы получите ультрафиолета возможно даже большую дозу если просто посидели под зонтиком довольно часто меня спрашивают я сижу под зонтиком я нахожусь шляпе и вообще на мне темные очки мне может быть и совершенно не нужен солнцезащитный крем нужен потому что под зонтиком вы получаете 70 процентов солнечного инсоляции поскольку эти 70 процентов все равно попадут на кожу все равно ультрафиолет проникнет глубь и глубокие слои поэтому на сон на сонтик надеетесь но препаратом пользоваться не забывайте поэтому если вы находитесь в городе учитывая яркое солнце особенно если вы живете в теплых наших республиках бывших странах то не забывайте крем spf 30 и крем spf 50 они великолепным образом защитят кожу от избыточного воздействия ультрафиолета нет если вы хотите получать загар до поездки на пляж начинаете за неделю принимать наши замечательные солнцезащитные вот эти вот солнечные капсулы которые будут подготовить подготовить кожу загару и сделают ваш загал более ровным более гладким а кожу более менее уязвимы и если от воздействия обмене уязвимой и солнечные лучи не будут так активно повреждать структуры кожи поэтому солнце оно прекрасно лето мы его долго ждем оно наступило наконец поэтому не забывайте защищайте кожу потому что в противном случае даже не даже единожды если вы обгорели то в памяти повреждения кожи останутся на всю жизнь возможно вы может быть найдете даже у себя следы если вы когда-то обгорели пузыри которые были у вас на плечах сейчас на этом месте наверняка находятся пигментные пятна а если посмотреть на эти участки повреждения под микроскопом это будет достаточно плачевное зрелище в этом месте кожа повреждена и собственно то что возникает впоследствии ускоряются процессы старения и в дерматологии есть такой термин который называется фото старение поэтому солнцезащита обязательно всем неважно сколько вам лет и какого типа кожи у вас как хорошо ли вы загораете или не очень защищайтесь и вы будете всегда сохранять достаточно долго упругую молодую кожу не забывайте солнце не только друг солнце еще и враг то причем такой достаточно тихий враг но и далее далее равнение на тело поскольку пляжный сезон тоже наступил и многие уже достаточно активно купаются и достаточно активно используют препараты которые достаточно активно используют препараты которые в общем-то подготовят вашу кожу к пляжному сезону да уже поздно надо было начинать раньше но тем не менее можно еще успеть немножечко подтянуть кожу и сделать контуры вашего тела чуть более изящными итак препараты которые используем мы для ухода за кожей это сыворотка для антицеллюлитная для коррекции фигуры знаете ли вы вообще что такое целлюлит на самом деле с точки зрения дерматолога это страшная штука звучит как как гипоплазия жировой ткани а на самом деле в общем то просто структура жировой ткани особенно у женщин она такова представьте себе вот эти жировые клетки с похожие как на гроздья винограда все они окружены достаточно плотной фиброзной капсулы это плотная плотная фиброзная капсула когда клетка раздувается от количества жира который она успела поглотить выглядит на поверхности кожи как эти самые неровные бугорки у французов есть замечательный термин они именуются стяжками то есть на манер стяжек например на диване когда вам нужно сделать рельеф поэтому вот эти вот целлюли как их называют врачи дерматологи это в общем то ничего не что иное как на самом деле обычный признак гендерный женский половой признак который всего лишь для вас означает у вас достаточное количество эстрогенов в организме и это в общем то достаточно хорошо но все же хочется чтобы кожа была достаточно гладкой поэтому не забываем активная сыворотка для коррекции фигуры наносим ее на ночь активная сыворотка для коррекции фигуры которая содержит следующие препараты во первых составе есть особое вещество которое работает как транспорт прямо вот тащит в глубокие слои препараты которые уже дальше отвечают за дальше отвечают за разрушение вот этих вот содержимого этих самых целлюлей что происходит вы нанесли сыворотку препарат проник внутрь причем не просто проник внутрь а достиг того самого жирового слоя попал внутрь этой самой целлюльной капсулы проник внутрь жировой клетки и заставил жир разрушиться но это тоже еще не все это далеко еще не все происходит дальше буквально следующее удивительная компания которая находится в городе марселе это марсельский университет занимается очень долго всевозможными активными ингредиентами которые живут в морских глубинах там где-то на территории неподалеку от марселя и собственно особый вид водорослей который водится как раз примерно там возле берегов франции недалеко от марселя их два особых вида обладают удивительной способностью разрушать жир так называемый липолитик этот самый препарат делает для нас лаборатория которая называется желема в том самом французском городе марсель в том самом французском университете и собственно актив действительно обладает сногсшибательной способностью разрушать жир но самое главное предотвращает еще дифференциацию то есть развитие этой самой жировой клетки жировая клетка перестает размножаться она за как бы застывает своем этом самом сдутом состоянии и фактически вы получаете достаточно подтянутые ухоженное тело то есть клетки жировые целлюли сдулись капсулу мы немножко тоже сделали менее жесткой и выровняли поверхность кожи но а те у кого остались растяжки тоже не беда растяжки это кстати можно справиться препарат который называется крем против растяжек он делает буквально следующее составе его из пептид не просто пептид а пептид который действительно действует на вот эту самую плотную ткань которая образовалась на месте разрыва соединить на месте разрыва жировой ткани собственно что такое растяжка резкое увеличение объема порвалась буквально жировая жировая ткань и на месте разрывов образовалась соединительная ткань. И наша задача уменьшить эту плотность этой соединительной ткани и сделать кожу более гладкой и эти самые растяжки менее заметными. В составе есть пептид, который делает для нас другая компания, швейцарская. Пептид называется Дротусит. Это, наверное, единственный в мире препарат, который прошел полное клиническое тестирование и где-то примерно 80% на 80% способен уменьшить как раз глубину этих самых растяжек. А если растяжки розовые, то шанс избавиться от них значительно выше. Поэтому крем от растяжек он не просто будет еще смягчать кожу и увлажнять ее поверхность. Он действительно будет попадать достаточно глубоко и работать над вот этим плотным слоем, который образовался после резкого увеличения объемов. Ну и кроме всего прочего, еще раз повторяю, целлюлит это женский половой признак. Имейте в виду, что это не болезнь. Да, это эстетический недостаток, но еще раз повторяю, обозначающий лишь всего лишь о том, что вы женщина фертильного возраста, у которой еще в организме много эстрогенов. Поэтому гордитесь своим прекрасным телом, защищаясь его от ультрафиолета и не забывайте использовать крем защиты от ультрафиолета на лицо. Еще раз повторяю, наши препараты отвечают так называемым законам австралийским, где самое жесткое на свете солнце и люди страдают от ультрафиолета больше всех на планете. Поэтому защищайтесь, потому что солнечные лучи, помимо замечательного загара могут к сожалению спровоцировать еще и великие неприятные последствия. Ладно, если это будет просто пигментация. К сожалению, это еще и злокачественная меланома, которая может возникнуть после воздействия ультрафиолета. Рак кожи это тоже часто бывают проблемы, связанные с избытком инсоляции. Ультрафиолет это зло, солнце это радость. Поэтому давайте будем радоваться безопасному лету. Ну а сейчас ответы на вопросы, которые накопились. Как защищать кожу вокруг глаз? Здесь на самом деле любой из наших препаратов с SPF 15 или с SPF 30 прекрасно будет использовать за кожу наносить под глаза. А если вы пользуетесь тональным кремом, то на всех наших препаратов всегда указан определенный SPF-фактор. Нанесите его и не забудьте следующее. Послойное нанесение препарата не увеличивает спектр. Это не суммирует точнее фактор защиты. Максимальный который есть в препарате тот и будет работать. Если вы пользуетесь например кремом с SPF-50 просто перед выходом на улицу и на него наносит тональный крем с SPF-10 то вы все равно будете иметь фактор SPF-50 только так не иначе. Можно залименить основной уход летом только на солнцезащитные кремы. Да, препараты обладают и ухаживающим действием. Поэтому используйте всегда вместо дневного крема. Да, и еще не забудьте тщательно его смыть вечером с поверхности кожи. Хотела уточнить с какого возраста можно использовать серию лета для детей. Наш вот этот замечательный от трех лет просто к сожалению если мы обозначаем препарат от нуля мы должны пройти специальную регистрацию и получить регистрацию в Минздраве. здесь написано от трех по факту от нуля и он обезопасен. В добавке лета в составе есть петрушка но она же увеличивает вероятность получения солнечных ожогов. Если вы наносите петрушку на поверхность кожи не сама петрушка активный ингредиент сока петрушки а если вы принимаете вовнутрь препараты с петрушкой там очень много витамина а поэтому петрушка в этом случае будет полезно витамин а защищает кожу от свободных радикалов и способствует обновлению кожи фаберлик лета для детей можно в три года да можно и даже нужно достаточно ли ребенку пяти лет солнцезащитного крема который будем наносить каждый час если имеется витилиго да достаточно безусловно достаточно с какого времени сезона необходимо применять средства с пф с пф но все зависит от того той зоны где вы живете нам жителям москвы мы начинаем видеть солнце где-то в марте как только если вы ваша кожа чувствительна к солнцу начинаете использовать в марте например жителям Азербайджана Казахстана Узбекистана Армении я не знаю юга России что уже этот препарат нужен с начала февраля имеет ли значение когда наносить солнцезащитные средства на лицо до уходовых средств или после но в сущности не имеет значения можно и вместо уходовых средств но лучше сначала нанесите какой-либо уходовый препарат если вы настойчиво считаете что ваша кожа в этом нуждается а затем уже поверх всего нанесите солнцезащитный крем потому что еще раз повторяю органический фильтр будет лежать на поверхности кожи если вы нанесете сверху еще какой-либо препарат вы нарушите вот эту защитную мембрану далее имеет ли значение когда наносить извините не поняла какие средства лето содержит ППД все средства содержит ППД просто по российскому закону мы не обязаны обозначать маркировку ППД так называемые но у нас везде есть обязательно фильтры которые защищают кожу от ультра лучей типа А причем мы не просто положили фильтр и ждем и думаем что оно так работает нет мы проводим независимые тесты и без этих независимых тестов мы не имеем права написать ни одну цифру на препаратах все препараты прошли тесты на определение СПФ фактора в нашей дружеской лаборатории в двух странах это в Англии и в Германии даже не в России у нас есть два независимых отчета подтверждающих что наши препараты с СПФ 50 30 защищают еще и лучей типа А до 40 процентов а с СПФ 10 с более низким СПФ до 22 процентов поэтому не волнуйтесь мы просто следуем законам России поэтому наносим свою определенную маркировку интересует вопрос если наношу солнцезащитный крем под макияж защиты СПФ 30 а сверху тональный крем защиты СПФ 50 такой бутерброд собственно вашей коже не нужен итак солнцезащитный крем под макияж СПФ 30 поверх тональный крем СПФ 30 и дальше еще тональный крем СПФ 15 зачем в конечном итоге все равно это будет СПФ 30 это во-первых и вполне достаточно тонального крема СПФ 30 тогда вам не нужен солнцезащитный крем просто нанесите его на зону шеи декольте если вы вдруг носите открытое платье далее почему после нанесения солнцезащитного крема потеет лицо становится очень влажным вероятно у вас достаточно кожа и у меня не потеет если бы честно странно возможно вы нанесли крем очень толстым слоем нанесите его потоньше распределите более тонким слоем наверное вот этот слой солнцезащитных фильтров действует на вашу кожу таким неприятным образом как очищать кожу после использования серии лета тщательно умываемся любым нашим препаратом это может быть сначала если это лицо снимаем мицеллярной водой затем моем каким-либо гелем пенкой то что есть у вас в ассортименте то что есть у вас дома безусловно любым но обязательно пенкой если речь идет о теле достаточно принять душ с гелем для душа и мочалкой оттираем остатки спф-фактора как очищать как очищать кожу почему после нанесения крема лета лицо быстро потеет появляются прыщи вероятно у вас жирная кожа но попробуйте более легкий препарат спф-15 нужно ли применять тональный крем поверх серии лета если вы считаете что вашей коже нужно выровнять поверхность придать ей более свежий вид да не то что нужно можно скажем так можно и нужно использовать солнцезащитные усилия при эндокринных заболеваниях так как пребывание на солнце даже не рекомендуют да конечно обязательно если вы страдаете какими-либо эндокринными патологиями это означает что и так в общем-то функция кожи немножко нарушена особенно если речь идет о диабете кожа более сухая более подвержена значительно более всякого рода воспалительным явлением поэтому такую кожу надо защищать обязательно растяжки можно убрать совсем или только уменьшить свежие можно убрать если они у вас давно можно уменьшить как ухаживать за дряблой кожей тела без целлюлита упражнениями приседаем со штангой плаваем в бассейне а так конечно наносим какие-либо наши увлажняющие препараты укрепляющие кожу но дряблую кожу без физической нагрузки к сожалению сделать снова упругой вряд ли удастся если после образования растяжка прошло 10 лет эффективен крем да он сделает их менее заметными можно применять подростку в 14 лет да можно пока тем более что растяжки здесь свежие с каких лет можно использовать крем после растяжек дочки 17 на ногах вверху появились мелкие растяжки обычные растяжки первые появляются когда начинается активная фаза полового созревания резкая гарбональная перестройка организма приводит к задержке жидкости и местами увеличиваются объемы и да на этих местах образуются растяжки мы рекомендуем начиная с 13-14 лет можно начинать применять эти препараты он абсолютно безобиден для подросткового возраста и фактически да растяжки это проблема но еще повторяю уменьшить их визуально уменьшить их можно и очень достаточно легко у меня еще не закончились вопросы вопросы не закончились продолжаем лето тема актуальная животрепещущая всем хочется получить как можно больше от лета лето поэтому можно использовать препарат для чувствительной кожи в сущности да но здесь вы должны понимать может быть индивидуальная чувствительность особенно химические фильтры которые входят в состав наших препаратов они защищают кожу от ультрафиолета типа А могут вызывать аллергические реакции будьте осторожны попробуйте сначала на ограниченном участке а потом наносите на всю кожу как правильно использовать наше солнцезащитное молочко с ПФ-20 если можно расскажите про солнцезащитный крем с ПФ-15 как его правильно использовать собственно использовать достаточно понятно и легко если вы только приехали в теплые края к морю или отдыхаете где-то в горах где солнце тоже достаточно жесткое препарат наносят на сухую кожу тонким слоем примерно из расчета примерно 5 миллилитров на зону 20 на 20 сантиметров это две ваши ладошки то есть примерно 5 миллилитров распределяете по всей поверхности кожи просите кого-либо из друзей членов семьи намазать вам спину и фактически можете прекрасно пребывать на солнце в течение 2-3 часов не опасаясь что произойдет что-то неприятное если вы уже получили легкий загар и кожа уже адаптировалась к воздействию ультрафиолета ультрафиолет буквально вызывает следующее сначала первая реакция расширение сосудов сосуды расширились может возникнуть легкий отек появляется эритема если вы пережили эту самую эритему и не получили ожога солнечного то это прекрасно дальше кожа начинает активно сама защищаться утолщается роговой слой эпидермиса она становится более плотной после этого начинает образовываться активно меланин он тоже образует еще дополнительный фактор защиты например хорошо загорелая кожа это примерно сама по себе имеет спф около 4 кстати поэтому если ваша кожа уже приобрела легкий загар переходим на молочко спф 15 что делаем опять на сухую кожу распределяем небольшое количество молочка из расчета примерно 5 миллилитров то есть это пол чайной ложки на 20 на 20 сантиметров вот на такие вот примерно квадратики если меньше наносить не рекомендуется потому что зона покрытия фильтром должна быть достаточно плотной вот собственно и все после того как вы поплавали в море можете выйдите вытрите кожу и снова нанесите препарат перед тем как вы пошли в море нанесите крем с 20 или 15 потому что они защитят вас в воде поэтому пользуйтесь не забывайте можно использовать солнцезащитные кремы для всей семьи для детей можно взрослые чем отличается вот этот крем с SPF 30 от обычного молочка с SPF 15 мы здесь просто сделали такой уникальную эмульсию так называемая обратная эмульсия здесь больше масла в составе этого крема это для того чтобы нежная детская кожица не высыхала под действием солнца масла здесь значительно больше но при этом препарат достаточно плотный но защищает он совершенно замечательно в сущности ничто не повредит и ребенку нанести крем с SPF 20 вот из этого флакончика в сыворотке для коррекции фигуры 6 ампул это достаточно на курс или надо больше надо больше лучше 2 упаковки 12 ампул курс 2 недели хотя бы 12 дней поэтому а лучше 3 упаковки это будет совсем идеально ежевечернее наносим на чистую кожу проблемных зон препарат и далее ждем до утра когда все это начнет активно работать в течение ночи в сущности все и поверх можно нанести любой кстати патч приклеиваем еще патч который тоже способствует похуданию но большей части действует он как активатор кровообращения и стимулятор метаболических процессов поэтому на ночь можно прицепить патч и спокойно спать до утра еще раз говорю подождать посмотреть на эффект который вы обнаружите утром он будет наверное прекрасен поэтому любите свое тело для начала и не забывайте его защищать от вредного ультрафиолета на сегодня все вопросы у меня закончились и вы можете писать мне вопросы в обратную связь мы активно отвечаем на все наболевшие вопросы поэтому если есть какие-либо пожелания можете нам сбрасывать в обратную связь еще и темы которые вас волнуют тогда следующий эфир будет посвящен наиболее актуальной и наиболее волнительной для вас теме поэтому ждем вас ждем вас в ближайшее время слушайте лекции смотрите учитесь пользоваться косметикой и не забывайте еще раз говорю заботиться о теле и защищаться от солнца лета в разгаре спасибо вам огромное за внимание до свидания до свидания